В разгар купального сезона ивантеевцам негде окунуться. Обе реки, Скалба и Уча, разочаровывают жителей. Вода загрязнена. А администрация Ивантеевки предупреждает, в городе нет оборудованных мест для купания. Хочется предупредить жителей города Ивантеевки, что в черте города Ивантеевки мест в водоемах для купания не имеется. Дно этих рек в местах, где люди традиционно купаются, не обследовано. И пробы воды не соответствуют санитарно-мепологических дуров. В связи с этим необходимо пользоваться другими водоемами и местами в соседних муниципальных образованиях. На территории Щелковского района все лето будут действовать два муниципальных пляжа, где купание официально разрешено. Пляж у спасательной станции в Щелковском городском парке, а также пляж на озере Черное. Администрация города Пушкина, в свою очередь, опубликовала на официальном сайте список возможных мест для пляжного отдыха на реке Серебрянки и на Пестовском водохранилище. Но не у всех и всегда есть возможность выезжать за пределы Ивандеевки. Каждое лето мы купаемся в речке. Насколько помню, лет 10-15 точно купаемся уже во взрослом сознательном возрасте. Некоторое время назад здесь поставили табличку, что купание запрещено. Но мы по привычке все равно купаемся. Ну, осторожно там, конечно, руки. Вытираем потом после воды, вдруг она какая-то грязная. Единственное, что с каждым годом все хуже и хуже становится пляж. Все зарастает, никто не чистит воду. Включить Ивандеевку в областную программу по очистке рек не удалось. Но депутат городского совета депутатов Геннадий Червяков продолжает бороться за то, чтобы в следующем году все-таки в нее войти. Когда делались анализы воды в прошлом году, показатели реки Скалба, они были гораздо хуже, чем показатели реки Учи. В этом году анализы будут браться в августе. Я разговаривал с представителями администрации и указал точки, где стоит померить. То есть точки, где ливневые истоки впадают в речку. Тем лучше мы увидим, на что нам надо обратить внимание, где ставить очистные сооружения. Это, конечно, удовольствие дорогое, но рано или поздно это сделать придется. Ну а пока купание в Ивандеевских водоемах может привести к острым кишечным инфекциям. Чаще всего заражение происходит у детей при непроизвольном заклатывании воды. Какие же заболевания могут передаваться с водой? Чаще всего это дизентерия, гепатита, брюшной тиф, холера. Для нашего региона холера не является эндемичным. Но все равно об этом знать нужно, выезжая на отдых в другие места. При классических острых кишечных инфекционных заболеваниях, это что на первый план наступает? Температура, которая может быть и не быть. Это тошнота, рвота, боли в животе, диарея. Чтобы быть уверенным в своей безопасности, отдыхайте на официально разрешенных пляжах. Тем более, что их по Московской области более 200. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова